Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео от Академии Счастья об улучшении качества жизни. Сегодня поговорим об очень важной теме – получение желаемого, о том, как получить то, что хочется. Я даже не говорю то, что хочется тебе или мне. Самое главное – понять, как происходит этот процесс. Он был описан, например, в фильме «Секрет», и во многих книгах это было описано. Но вот механизм, он зачастую бывает все-таки непонят людьми, потому что как мы хотим? Хотим, чтобы вот что-то произошло, то, что, как по нашему ощущению, хочется именно нам. Но тут возникает другой вопрос – а хочется ли это именно нам, и кто такие мы? Потому что в результате проработки человек действительно приходит к самому себе, то есть он приходит к тому, а кто же я такой? И когда человек понимает, что он является сознанием, тогда у него возникает вопрос – а что же такое я? И тут понимание, конечно же, что я – это набор постулатов, набор суждений о том, каким сознанию хочется видеть этого персонажа в игре. То есть, например, меня зовут Александр, и я вижу себя, например, добрым, счастливым, здоровым, радостным. Вот это все то, что я отношусь к «я». А к другим могут проявляться другие постулаты. Например, если я встречаю свою маму, я могу применить к ней какие-то свои суждения, которые я чувствую в данный момент, или к своему другу, а может быть и к другому человеку. То есть каждому, допустим, человеку есть какие-то свои суждения. И так получается разделенность на «я» и другие, на внутреннее и внешнее. На самом деле это все разделенность ума. И как получить же все-таки желаемое? Потому что бывает такое, что вот это внутреннее, то, что мы называем «я», чего-то хочет. Например, там получить хорошую работу, или иметь красивый дом, или, например, быть в ладу со своей женой, мужем, или быть, чтобы дети были красивые, радостные, здоровые. То есть это все желание. Но вот опять же таки, кто это хочет? И вот когда задаешь себе таким вопрос, кто хочет, например, получить классную машину? И тут приходят зачастую интересные ответы. Вот если вы проведете себе этот процесс, то вы увидите, что тут будут разные ответы. И не обязательно этот ответ будет «я». Многие вещи просто приходят извне, навязываются или подхватываются, как реклама от каких-то других людей на незримом уровне нам внедряют очень много. Не только через телевизор или интернет, а таких способов огромное количество. Взять те же самые вышки, так называемой сотовой связи, которые внушают намерения, или спутники. Все это элементы поддержания людей в определенном состоянии. То есть в определенном состоянии, чтобы они желали чего-то. Потому что без желания происходит уменьшение потребительского спроса, уменьшение вот тех вещей, что нужно, чтобы был рост там ВВП и всяких других экономических показателей. То есть нас просто обманывают, дурят в этой игре. А мы зачастую не замечаем, что это просто навязанные желания. Поэтому, когда вас дурят, вы скажите, я не хочу, чтобы меня обманывали. Я хочу быть честным, свободным и счастливым. И вот опять же к тому, как получить желаемое. Для того, чтобы его получить, важно принимать. Даже если вы распознали, что это может быть и не ваше, но вы все равно хотите, чтобы это было получено. Просто примите. То есть надо быть готовым, чтобы пространство вот этого сознания было готово к принятию. Готово к тому, что вот сейчас я это пространство открываю и принимаю то, что приходит ко мне в этом пространстве. А это может быть все, что угодно. То есть это может быть и то, что пожелали, то, что пожелало ваше я, и то, что пожелали другие я. А может быть и совсем что-то другое, что подготовило для вас, скажем так, внешнее. То, что вы воспринимаете как внешнюю вселенную. И это будет, может быть, даже более важным для становления, для принятия. Потому что когда действительно происходит полное исцеление, то приходит понимание, что нету вот этого «я» и «не я», то есть внутреннего и внешнего, что это механизм ума, который просто разделённость, который рождает разделённость. И вот в результате процессинга счастья этот механизм постепенно-постепенно истончается и уходит. И вот когда возникает вот эта целостность, цельность, то вы ярко осознаёте, что всё, что создаётся, оно и приходит к вам. То есть это единый механизм создания и получения, создания и получения. Таким образом, мы, меняя сознание, меняя свои суждения, постулаты в уме, мы меняем то, что получаем и то, что создаём. Ведь мы как раз и получаем то, что создаём. Поэтому вот об этом я как раз и хотел рассказать. Изменяя сознание, мы изменяем и себя, и мир, и всё вокруг. Поэтому, друзья, я вас приглашаю на бесплатную консультацию в Академии счастья, чтобы вы могли лучше узнать себя и действительно научиться получать желаемое. Всем желаю добра, гармонии и счастья. До скорой встречи.